Всем привет, наши зрители! Вы на канале из города на дачу. У нас сегодня 3 января, и как видите, погода довольно-таки не зимняя, а весеннее. В принципе, настроение тоже. Солнышко пригревает, работать одно удовольствие будет, да? Да. Сома, ты пришла? Иди к нам на ручки. А работы нас ждет немало. Очень много мы, конечно, напланировали в этом году сделать. И хотим... Тамара. И хотим вам показать еще один участок на нашей территории. Мы его называем хоз-участок, хозяйственный участок. Там мы держали раньше птицу, кур, утей. В принципе, редко мы вам его показывали, поэтому покажем, что там сейчас происходит. И как раз ответим на вопрос, почему мы не держали в прошлом году курочек. Еще мы отремонтируем несколько стульев нашей мастерской, ну и будем тоже потихоньку приводить ее в порядок. Ну что, поехали! Тома, ты не Тома, ты Кулёна. В этой стороне находится дом и двор. А с этой стороны вы можете увидеть вот такую деревянную конструкцию. Это сарай, который разделен на две части. Вот такой небольшой сарайчик, где мы храним садовые инструменты. И с другой стороны там дверь. Тамара просится на ручки. И с другой стороны находится дверь в курятник. Там жили раньше курочки. Там как бы нежилое пока помещение. Нужно немножко отремонтировать, прибрать там. Так, ну а с этой стороны за моей спиной находилась огражденная территория. И там был выгул курочек. Сейчас я вставлю кадры, как это все было. И Роман разобрал старое ограждение, чтобы построить новое. Ну и как видите, ограждение настолько ненадежное, что были случаи, когда подрывали собаки, курочком пробирались. Также пролазила ласка. Залетал как-то к нам ястреб. Поэтому мы решили, что пока не сделаем надежное ограждение для выгула, пока заводить хозяйство не будем. Некоторые спрашивали у нас, где находится наша компостная яма. Куда мы бросаем все отходы. Ну у нас не компостная яма, а компостная бочка такая. Мы взяли старую стиральную машину, отрезали ей дно. Немножко здесь ее прикопали. И бросаем все такие пищевые отходы. Перемешали еще с перегнуем. Запашок, конечно, не очень такой. Но зато этот перегной потом в сезон будем высыпать на огород и ждать хорошего урожая. Здесь тоже была старая постройка. А эта конструкция больше похожа на небольшой сеновал. Скорее всего, что здесь держали или хранили сено. Так как мы знаем, что прежние хозяева держали козочек. Но так как оно уже очень старенькое, пришлось его разобрать. А за моей стеной находится старый гараж. К нему раньше был пристроен летний душ. Еще, как видите, осталась здесь старая полочка, на которой стояли шампуни, мыло. Этот душ Роман разобрал. И этот процесс мы показывали в одном из наших старых видео. И некоторые, кто смотрит это видео сейчас, спрашивают нас в комментариях, а что, это у вас была какая-то другая дача? Нет, это эта дача, только вот... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как вы знаете, мы недавно сделали ремонт здесь, на нашей дачной кухне. И кто-то из вас написал нам в комментариях, что вот бы вам к вашей новой кухне, да новую плиту. Да, вот и ваши слова, дорогие зрители, были услышаны. И фирма Оберхов подарила вот такую красивенную нам индукционную плиту. Поэтому давай эту старую сейчас будем убирать, а новую ставить на место. Мы уже немножко ознакомились с этой плитой, и хотелось бы сразу отметить, что помимо своего красивого вида, эта плита экономит нам время и энергию. А почему именно она экономит электроэнергию? Потому что здесь в панели встроены специальные датчики, и они реагируют на наличие посуды. Если мы посуду ставим, то сама комфорка начинает работать. Если же убираем посуду, какой-то кастрюль или что-то еще, то работа прекращается. Что мне еще нравится, на этой плите нагревается только варочная поверхность, то есть в этой области вот этого круга. А оконтовка, она остается холодной, что обеспечивает вам безопасность, вы не обожгетесь, а еда, которая нечаянно сюда попадет, она не прилипнет. Что мне еще особенно нравится, что в этой плите встроена защита от перепада напряжения, потому что в нашем поселке такое очень часто происходит. Ну и такой у нее достаточно длинный и мощный кабель питания. Снизу здесь находятся два мощных вентилятора, которые равномерно распределяют воздух, и за счет этого происходит быстрое охлаждение поверхностей. В комплекте с плитой шла инструкция к плите и гарантийный талон. Инструкцию мы тщательно изучали, она уже немножко у нас потрепана. И на что обратили внимание, что для приготовления пищи на этой плите нужна соответствующая кухонная посуда. А именно диаметр посуды должен быть от 12 до 26 сантиметров по инструкции, а материал это посуда из железа, чулуна или нержавеющей стали. И нам это подходит, так как на даче здесь у нас именно такая посуда. И что мы еще заметили, что чем тоньше дно, тем нагрев происходит намного быстрее. А еще здесь очень удобная сенсорная панель управления с цифровым дисплеем, отдельно для каждой конфорки. И давайте с вами посмотрим, какие здесь есть уже встроенные автоматические программы. У нас здесь есть 8 автоматических программ. Первая это поддержание тепла, вторая подогрев, третья подогрев молока, четвертая это тушение, вот такой вот чайничек это кипячение воды, далее вот сковородочка, это жарко, фритюр и последняя, восьмая программа обдув. Как работает каждая программа, по продолжительности времени, какая температура на каждой программе, это все подробно описывается в инструкции. И конечно же здесь есть ручная регулировка мощности, температуры и времени. А сейчас мы посмотрим, как работают эти автоматические программы. Скипятим воду и подогреем молоко. Запускаем плиту. Нажимаем стрелочку, переставляем на такую вот латинскую F, загорается индикатор на автоматических программах и переключаем на нужную программу с помощью плюсика. Так, это начальничек. Все, и ожидаем. Чтобы запустить вторую плиту одновременно, достаточно нажать вот эту кнопочку. Также переставляем на F и с помощью плюсика переставляем на программу подогрев молока. Все, ожидаем результат. Кстати, посмотрите, как происходит подогрев молока. Я слышала про то, что на этой функции молоко не сбегает. По сути, оно уже подогрелось, даже немного закипело и молоко у меня не сбежало. Еще здесь есть функция таймер. Устанавливаем нужное время с помощью плюс-минус и идем заниматься своими делами. А по истечении этого времени плита автоматически выключится. А вода у нас уже тоже закипела. Накрываем крышечкой и выключаем плиту. Мне очень понравилось готовить на этой плите к тому, что она очень красивая, она многофункциональная и удобная. И если вы желаете приобрести такую же индукционную плиту или, возможно, хотите одноконфорочную такую плиту, то переходите по ссылке в описании под этим видео. Еще сегодня хочется облагородить немножко вот это место вокруг трубы, потому что здесь уже такая небольшая впадина есть. Положу доски, выпилю хороший лист ОСБ, кажется, там еще варажей оставался у нас один. Положу его, и будет такое хорошее место для покраски, ремонта чего-нибудь, ну и так далее. Да, тут щели такие, все поразваливалось. Ну ничего, сейчас мы это все спрячем. Ну вот он, этот лист. Он огромный, и, кажется, его хватит не только для того, чтобы застелить вокруг трубы, но еще на некоторые переделки он тоже пойдет. сейчас отмеряем, самое главное, какой нам кусочек нужен. Метр 15, и, наверное, на 2 метра. На метр 85. Так, а как же вот этот бельф расположить? Многие из вас интересовались, рабочая ли эта печь в 10-летней кухне, вернее, теперь уже в мастерской, можно ли ее запустить, чтобы обогревать это помещение? К сожалению, эта печь не работает, она, в принципе, уже давно не функционирует как печь, но мы не стали ее разбирать, и, возможно, когда-нибудь наши руки дойдут до нее, и мы ее отремонтируем. Ну-ка, примеряй. Оп. О, нормально. Вот такое хорошее и ровное получилось место. Тоже будем использовать его для всяких поделок и ремонтов. Кстати, остались еще такие маленькие обрезки ОСБ. И кто-то в комментариях писал, что было бы хорошо еще на участке сделать какие-то скворечники или кормушки. И обещаем, что подумаем над этим вопросом и, возможно, к следующему видео покажем вам новые кормушки для птиц во дворе. Ну, а этот участок вы уже не раз видели в наших видео. Здесь мы высаживаем зелень, помидоры. Ну, и сейчас я хочу рассыпать по этому участку известь. Как-то раньше не успевалось это сделать. Известь гашеная. Вот. Ну, масочку я все равно одену для безопасности. Огородники совсем недавно, но гашеной известью удобряю почву уже не первый раз. Знаю, что она обладает способностью улучшить плодородие почвы, а также одновременно отбалансирует ее кислотность. У меня нет специального прибора по измерению кислотности почвы, но я точно знаю, что кислую почву любят подорожник и мох, а этого добра у нас хватает. А еще у нас есть альфа уже тут как тут. Еще у нас есть вот такие два синих стула, они старенькие, тоже покрашенные краской, ну, их тоже не мешало бы довести до ума. Тут есть обшивка, сейчас альфа спрыгнет, я покажу, что мы хотим с ними сделать. Собака ты. Давай, Сась, иди сюда. Молодец, хорошая, хорошая собачка, хорошая, молодец. Вот, здесь есть вот эта обшивка, обитая гвоздями, она старая, уже тоже труха, мы ее снимем, вот, сердцевинка, здесь тоже подобная, ну, и может быть, что-то с сиденьями тоже сделаем. Ну, сейчас обшивку эту сниму, хорошо пошлифую, почухаю, и тогда уже будем приступать к заданиям. Не так-то просто отодрать это все. Те, кто это делал, делал на века. Вот, гвозики есть, вытаскиваются. Хоть изгнившие, но держатся все равно очень хорошо. ничего, все это обдерем, а потом пойду, наверное, на улицу буду шлифовать. Сегодня там более-менее нормальная погода, так что, чтобы пыли тут не нюхать. отходи, 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 пошлифовал. пошлифовал я немного шуруповертом с такой шлифовочной насадкой, понял, что, наверное, это будет долгое дело, поэтому возьму болгарку и дело пойдет быстрее. Загрузчик, Время в течение дошлифов, а потом начнем кем-кем-кем-кем-кем-кем-ком. ну что пошлифовали эти стулья сейчас еще в углах где болгарка не достала просто наждачкой вручную пройдемся до альфа ты будешь помогать мне вот и потом уже занесем в кухню и будем красить 2 стульчик так краску мы приготовили белую сейчас тоже я принесу вот она белая краска но для начала еще немножко собьем вот тут углы потому что они расходятся маленьких годиков набрал пару штук собьем а потом будем красить неразболтанная коричневая сейчас обратно закрою разболтаю хорошенько и будем красить ну не знаю что это за краска на белую как-то мало похоже уже болтаю несколько минут нарисовано что белая вот белая ну так она какая-то рыжая бежевая это больше жалко хотели белой покрасить но сейчас будем думать больше мешая тем больше она становится похоже на белую но все-таки не белая какая-то бежевая может это и хорошо да для стульев белая наверное не очень хорошо подходит тем более это сразу грунт эмаль идет два в одном а также три в одном грунт эмаль а три в одном почему три в одном ну не знаю короче сейчас еще хорошо разболтаем и будем красить синей краски на стульях еще много осталось поэтому наверное придется нанести два слоя сейчас один он до завтра подсохнет до послезавтра и сверху еще один слой нанесу думаю должно получиться красиво вообще люблю красить все приобретает такой новый характер чистенький цвет очень увлекает сразу вспоминается тот мультик помните про царя который тоже красить любил продам заборы красил а мы стулья ну что первый слой я прошел пускай высыхает ночь может еще завтра будет стоять вонючая краска ужас сейчас еще эту спинку немножко выможу все кисточку а то зачем они ты можно все и бросаю иду на свежий воздух напишите в комментариях как вы относитесь к таким запахом лаки краски и так далее знаю некоторые люди балдеют от этого и голова у них не болит но я не такой покрасил и бежать на свежий воздух стулья простояли здесь в летней кухне или в новой нашей мастерской весь вечер и всю ночь и уже хорошо подсохли кстати дверь была в кухне открыта чтобы было хорошо проветривание и видно что наверное альфа здесь еще залазила на эти стулья так они ей понравились немного вымазала их но ничего страшного все равно эти стулья будут находиться здесь мастерской это стулья для рабочих процессов что еще осталось осталось собить некоторые участки тканью которая у нас осталась после банкетки которые вы делали поэтому сейчас отнесу их и века будет этим заниматься я тебе работу принес а ты уже ждешь хочу посмотреть хватит или не хватит вот этих кусочка два стола да ну может быть вначале вернем вот эту штучку а потом есть не хватит еще на себе сейчас я вторую принесу смотри у нас есть здесь две коробки разных гвоздей гвоздиков таких это хромированные такие серебристые а тут золотые классно давай сделаем один стул такими а другой такими для мастерской выкройки это не мое моя мама швея и она мастер своего дела с большой буквы я всегда удивлялась каким терпением и скрупулезностью она работала над выкройками а как же ведь от этого зависел результат ее работы а здесь я прикладываю деталь к материалу обрисовываю ее и вырезаю это работа по мне на все детальки на материала хватило поэтому давайте посмотрим каким же будет результат ну что страшновато как всегда первый гвоздик никогда их не забивала поехали и конечно же хотим поблагодарить вас наших дорогих зрителей за поддержку виде комментариев лайков за ваши дельные советы и добрые пожелания а также за то что переживаете за нас если долго не появляемся на канале и очень благодарны они сергеевне и галине александровне за донаты благодаря которым мы можем приобрести необходимые материалы для наших переделок ну что ты обвела стульчик один зацени тяжелый классно очень красиво получилось что а я тогда давай второй обобью я тоже хочу поучаствовать тогда я серебряные буду гвоздики брать она многие думают да ну промо не посрами нашу мужскую половину обе тоже красиво постараюсь обещаю чтобы стараться и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Для этого мне понадобится куриный бульон, а из овощей картофель, лук, морковь и специи я буду добавлять лавровый лист, ну и конечно же соль. А еще решила приготовить пирог на сковороде, не знаю получится он или нет, если же получится, поделюсь его рецептом в следующем видео. Для приготовления домашней лапши мне понадобится одно куриное яйцо, щепотка соли, муку буду добавлять до тех пор, пока тесто не станет тугим. В тесто также добавляю куркуму, чтобы цвет был более приятный. Суп из домашней лапши это традиционное семейное блюдо, которое всегда готовила моя свекровь, Романа мама. Она всегда его готовила из домашней курицы или петушка. Тесто для лапши она готовила из яичных желтков. Тесто раскатывала, скручивала в трубочку и тонко нарезала. Суп получался невероятно вкусным. Я же приготовила лапшу немного иначе, она получилась у меня широкой. Лапшу развешиваю на скалку и буду добавлять ее в конце, когда все ингредиенты будут готовы. Картофель и лук нарезаю кубиками, морковку тру на терку. Поочередно овощи буду добавлять кипящую воду. Когда овощи сварились, добавляю порезанное куриное мясо, а также лавровый лист. Все солю и в конце уже добавляю нашу лапшу. Сиденье прибили, теперь еще осталась спинка. Думаю, это должно быть полегче, а может быть и наоборот. Она такая не очень ровная, фигурная. Но сейчас будем стараться. Это действительно интересно. Сразу проставил все гвоздики, а теперь позабиваю вот эту половину. Наверное, лике все равно получится красивее. Ну, как получается, так получается. Все, паспорт. Вот такой получился стульчик. Викулечка, и будем смотреть. Сравнивать их два вместе. Ну, и что, симпатичные получились. Да, хоть верх отличается, и гвоздики разные, но ничего, да? Такие симпатные стульчики вышли. Да, так что теперь у нас мастерской там будет еще красивее. Мне кажется, ты даже еще красивше, чем я. Так ровненько. Нет, у меня там есть дырочки такие. Сблизи не будем показывать. Луки все равно красивее. Надеемся, что вам тоже понравилась переделка стульев. Напишите об этом в своих комментариях, которые мы, конечно же, ждем. Суп готов. Пирог, кстати, получился тоже на удивление очень вкусным. И скажу вам, что готовить на новой плите одно удовольствие. Спасибо компании Oberhof за такой подарок. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие получились у нас три разных, но очень красивых стула. Наша мастерская приобрежается. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант стула вам больше понравился. А на этом мы будем заканчивать наше видео. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья. До новых встреч, дорогие зрители. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok